Во втором корпусе Видновской школы номер два пришлось выделить целый кабинет. Так много желающих оказалось принять участие в областной акции «Доброе дело». Все вещи, будь то продукты питания, средства гигиены или игрушки, аккуратно упакованы в коробки и подписаны. Этим занимались ребята из внутришкольной благотворительной организации «Открытые сердца». «Открытые сердца» – это, можно сказать, как лозунг – открыть свое сердце для помощи другим людям. В открытости с детских сердец смогли убедиться гости школы, приехавшие, к слову, не с пустыми руками. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и глава Ленинского округа Алексей Спаски привезли несколько больших пакетов, внеся свой вклад в общее «Доброе дело». Все делают ребята, все дети, родители. Самые тяжелые, естественно, родители. Потому что мы не ожидали такой реакции на то, что… Подприг, да? Да, просто невероятный. Везли машинами. Видновская школа номер два стала одним из лидеров по сбору гуманитарной помощи в муниципалитете, подхватив идею гимназистов из городского округа Одинцова. На этой неделе стартовала такая классная акция, которую инициировали сами дети. То есть это началось там в нескольких школах, наша гимназия Примакова начала. И очень отрадно, что все дети абсолютно по всем округам нашим, они очень выразили готовность и желание по ней поучаствовать. Ну и мы сами сейчас видели тоже, да, сколько всего полезного и нужного будет отправлено в Украину. Когда речь идет о помощи взрослыми людьми, это, я думаю, долг. А вот когда речь идет о том, что дети включились в эту акцию, дети помогают, это идет от сердца. Сомневаться в том, что ребята принесли все эти вещи искренне и от души не приходится. Посмотрите, что написала ученица школы София Шубина. Несмотря на тяжелые времена, учитесь, развивайтесь, у вас все получится. И таких, как София, сотни, тысячи, все 18 школ и 22 детских сада округа приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Три-четыре дня мы действительно собираем эту помощь. Пять с половиной тонн гуманитарной помощи во всей этой совокупности уже собранной. Завтрашнего дня начнется вывозиться на пункт для отправки в Донбасс. А открытые детские сердца уже снова готовы прийти на помощь. Добрым словом и добрым делом. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.